Леонид Рубинштейн про себя может рассказывать бесконечно. Ребенок войны знает, что такое голод, не понаслышке. Немцы оставляли для нас так называемые игрушки. Можно было найти красивую ручку, мячик, но только когда возьмешь руки, это взрывалось, потому что это все было заминировано. И много-много моих друзей или остались коллегами, или погибло все послевоенные годы. Во время Великой Отечественной от голода умерла сестра. Маленькому Лене чудом удалось выжить. В 44-м году они с семьей вернулись в разрушенный Бобруйск. Я был маленький, мне 6 лет было, и на меня возлагалась ответственность отоваривать хлебные карточки. Стаешь рано утром, в 6 утра, и магазин в очередь. Где-то в часов 11-12 приезжает будка с хлебом, и вот, наконец, эта буханка заветная хлеба у тебя в руках. Идешь домой, и так и хочется отщипнуть кусочек. Я знаю, что нельзя, но пальчики сами отщипывают. После войны была учеба в Ленинграде. Молодой человек исколесил чуть ли не весь Советский Союз. После вернулся в родной город на Березине к пожилым родителям. Леонид Рубинштейн стал одним из создателей первой белорусской шины. Все гуляли в столовой. В 12 ночи все приехали на пуск шины. У нас там в 12 не совсем получилось, потому что там были неисправности. Но к 3 часам ночи мы первую шину сделали. Завод крупногабаритных шин запустили на 3 года раньше срока. Коллектив наградили премией Совета министров СССР. Позже Рубинштейн станет заслуженным изобретателем Союза, получит 12 патентов на изобретение. Далее преподавал в техникум. С тех пор ни дня без строчки. Ждал я, чтобы папа вернется домой. Ждал я и летом, зимой, и весной. Не в каждом военном. Казался отец. Я верил, что встречу его наконец. Пишу я о том, что меня больше всего трогает. Поэтому много стихов появилось о войне. Потому что то, что было пережито, забыть нельзя. За 19 лет издано 14 книг. Стихи, прозы, еврейские анекдоты. Буквально на днях свет увидел новый сборник «Вечная память». Книга украшена иллюстрациями детской из-за студии «Радуга». Эта книга еще пахнет типографской краской. Выпущенная специально к 75-летию Победы, она станет подарком леста 8 ветеранов нашего города. И займет место на полках каждой библиотеки Бобруйска. Рубинштейн признается, он пишет каждую минуту. Рядом неизменная на протяжении 59 лет спутница супруга Галина. Учит и дочь, трое внуков, трое правнуков. Их пара считает своим самым главным богатством. Мария Бушкевич, Максим Галеонко. Итоги недели.